Итак, забудем на время о плохих дорогах, о невывезенном мусоре, вспомним о дне города, да, но всем же мы любим Хабаровск, как бы мы не относились к городским службам, но город-то мы любим, соответственно, надо отметить день города. А как его отмечать, если вот самоизоляцию же так не отменили пока, да? И специально для тех, кто не хочет нарушать правила самоизоляции, но хочет отметить день города, придуман отличный проект, который называется «Весь город онлайн». День города никто не отменял. Поздравления, песни, танцы, угощения, подарки. Все будет онлайн. Фестиваль «Весь город онлайн». Эти по хэштегам «Весь город онлайн» и «Весь Хабаровск онлайн». Ну, а теперь я представляю автора этого проекта. У нас сегодня в гостях Алла Джанша, в данном случае директор Хабаровского фестиваля «Весь город онлайн». Ну, заодно сразу скажу, член недавно созданной общественной палаты города Хабаровск. Вот так вот. Но все-таки фестиваль. Что это за проект? И понятно, ну, почему в онлайне проходит, я спрашивать не буду. Тут все понятно, да. Что будет в рамках этого фестиваля? Ну, рамки очень широкие, потому что и праздник такой для всех, да, собственно говоря. Для тех, у кого есть компьютер. Или телефон, или планшет. Ну, то есть практически для всех. 90%. Ну, в общем, для всех, кто хочет отпраздновать. Идея так... Вообще, идея родилась давно. И когда только началась вот эта история с самоизоляцией, было очень интересно наблюдать, что же происходит в социальных сетях, да, и в интернете. Ну да, там взрыв был. Всякие ролики выкладывали. И идея у нас была, ну, с нашей командой, которая вот, ну, наверное, многие, может быть, немногие, но знают по фестивалю на встречу и точке возврата, да, к кинофестивалю. Ну, просто с ребятами решили, было бы круто сделать первое название фестиваля «Стай-газета», «Стай-хоум», да, все, что происходит, собрать в одном месте. Вот, а поскольку я еще вхожу в рабочую группу администрации по... и работала по придумыванию нового фестиваля, я просто позвонила в какой-то момент Денису Митрофанову, заместителю мэра Дениша Викторовичу. И сказал, Денис, скажите, а будет ли шествие? Он говорит, еще неизвестно. Я говорю, а есть ли у вас план «Б»? А он говорит, пока думаем. Я говорю, у нас есть... Праздновать в соцсетях? Да, праздновать в онлайне, да, да, да. Так я понимаю, во всех четырех соцсетях у вас странички? Ну, мы твиттер взяли, да, да, там, и на ютубе там не объявляли, да, что приходите к нам. Но во всех четырех соцсетях мы заверили странички и предложили ставить хэштег, если вы делаете что-то типа для людей, приятное, полезное, там, учите чему-то. В общем, и наши редакторы просто ищут по хэштегам вот уже две недели. А что должно было выкладываться вот в рамках этих хэштегов? А можно я покажу пример? Вот давайте сюжет первого участника покажем. Очень забавно. Друзья, всем привет, с вами Лайфи Ла, и сегодня я хочу сделать небольшой видеообзор приложений, с помощью которых я редактирую свои фотографии и видео. Надеюсь, буду вам полезна. Вот типичный пример. Туда люди стали ссылать все, что хочется им рассказать. И по большому счету дню города не имеет никакого отношения. Мы думаем, что это нормально. Ну, во-первых, там мы же будем до конца июня это проводить, и теперь люди начинают понимать, что, собственно говоря, имеет там шансы на победу у нас будут победители, и как попасть вот в эти избранные, которые попадают в соцсети. То есть есть некие туры. Хэштеги уже поставили там больше двух тысяч публикаций. И там, конечно, вообще все. То есть навязал дом кубам. Я вот сейчас с вами захожу, да. Да, и отметил. Поэтому мы выбираем, ищем, выбираем в свои соцсети то, что подходит по нескольким критериям. Критерии у нас есть. Возможно, они неочевидны, но критерии такие. Это должно быть создано в режиме самоизоляции. Это должно быть бесплатно. Это должно быть сделано в Хабаровске. И это должно подходить под одну из трех типа номинаций. Смотрим, учимся или пользуемся. Хорошо, тогда я, можно, еще одного участника покажу, мы подумаем, в какую номинацию он подойдет. Кто там? Коронавирус. Взгляни на меня. Если в кухне тараканы... Тебя угунифер! Ты меня оборщила. С горки везде катался. После меня. Место нашей юности. Барин! Как в локады пища. НЛО. НЛО. Ну вот, это, по-моему, какой-то пив-бар, да? Ну, вообще, это закусочная борода. В какую номинацию определите? Это смотрим, потому что, ребята, это бар, который вынужден был закрыться, как и все заведения, да, рестораны. И они сначала пытались организовать доставку, потом они там еще как-то решали, но в итоге пришли к тому, что надо просто быть на связи со своими друзьями, которые к ним любят приходить. Каждый вечер они добросовестно выходят в прямой эфир, организовывая поэтические чтения, концерты, какие-то перформансы. И каждый день люди могут присоединяться и смотреть. Это продолжается уже очень долго, почти месяц. А если нужно, еще оформить за доставку, наверное? Ну, от доставки, кстати, они отказались, решили, давайте веселиться, там посмотрим, как мы... Алла, мне это все очень нравится. Правда нравится? И я чувствую, что ты, как всегда, уловила вот то, что сейчас надо. Но возникает вопрос, какое это имеет отношение к Дню города? Это единение, это сообщество, это Хабаровска, это то, что мы можем, то, что мы умеем, то, что мы хотим показать. То есть, почему, например, концерт, это имеет отношение к Дню города? Потому что он создает, типа, праздничное... Ну, в общем, да. Это такой, ну, если хочешь, концерт, да? То есть, он состоит из разных активностей. Фестивали-то тоже разные совершенно, какие-то проекты бывают. И, посмотрите сейчас, то есть, мы, конечно, могли бы сказать, давайте плясать и петь. И у нас бы завалили хэштегами и песнями, и плясками, да? И это был бы праздник, в общем, понимания. Но время немножко не то, да? И нам действительно хочется посмотреть, и что же хабаровчане предлагают, и как они поддерживают друг друга. И у нас ведь есть такие штуки, когда, ну, вот, например, мы приедем, мы возьмем у вас ненужные вещи и отвезем ненуждающимся. Или я проведу консультацию и помогу бизнесу бесплатно. Ну, мы решили, что мы это все возьмем. Можно я в своем слове попробую пересказать твою позицию? Ну, попробуем. Ты считаешь, что День города, вообще любой праздник, это не обязательно там демонстрация с транспарантами, я люблю Хабаровск. В каждом празднике самое главное совсем не это, общение между людьми, да? И, соответственно, если они общаются на какой-то онлайн-платформе, то это, в принципе, дух праздника передает, и это хочется. Да, и ведь они же ставят хэштеги, значит, они присоединяются к этому празднику, как могут и как умеют. А у нас еще будет, праздник в прямом понимании будет. Мы 31 мая отправим нашим участникам, которые попали в соцсети, то есть прошли в первый тур, к ним отправятся 16 прекрасных волонтеров и 4 организатора с сувенирами на тему Дня города, лично, домой, на дачу. И это будет 31 числа? Это будет 31 числа? В прямом эфире, да, проведено? Да, по поводу прямого эфира мы еще не знаем, но мы надеемся, что будет очень много фотографий, у нас будут работать 2 оператора, фотограф, и, в общем, город узнает, как это было. Я надеюсь, что все эти участники начнут делиться на своих страницах. Ты знаешь, я могу даже, мне это так понравилось, что я могу даже с тобой поделиться. Дело в том, что наш редакционный WhatsApp каждый день, кроме того, что нам самим надо, приходит много того, что просто забавное, но к тем нашей программы не относится никак. Там люди читают свои стихи, делятся какими-то хорошими вещами. Понимаешь, есть потребность у нас. Давай я вот призовую, участвуйте в фестивале «Ведь город онлайн». Вот туда все идите. Да-да, к нам присылайте разбитые дороги, там протухшую рыбу. Позитив, пожалуйста, туда. Да, но изначально я думаю, что это такое подобие конкурса талантов, но все-таки это несколько другое. Это взаимопомощь кабаровчан друг к другу. Вот нам, вот мне, я же взрослый человек, да, хочется, знаете, что видеть? Хочется увидеть срез времени, вот правда. Хочется увидеть, какие мы в это время, что мы предлагаем, что мы умеем. Ведь по большому счету это же интернет, да, то есть зачем мне смотреть вот уроки по фотографии кабаровчанки, да. Она, кстати, прикольная очень. Это женщина и очень смелая. Которая я первую показала. Да, 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 она такая, ну вот. И нам, сейчас же появляется более серьезная, ну, ворд-класс появился, да, там, ТЮС у нас, там, театр мускомедии. Понятно, что они бы задавили, да. Поэтому нам интересны вот такие люди, у которых там 53 подписчика, и все равно они ставят хэштеги, и не знаю, ну, им еще повезло, что они первые. Ну, давай еще расскажем. Надо заходить в интернет, набирать весь город онлайн, и все выскочит, да, у вас там онлайн. Нет, да, можно все посмотреть, но лучше заходить в социальные сети. В социальные сети легко найти также по хэштегу, то есть они есть в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте. А что за хэштеги? Мы так, к сожалению... Весь город, во-первых, у нас ролик был еще, наверное, по хэштегу. Весь город онлайн и весь Хабаровск онлайн. Можно один, можно тот и другой. То есть редакторы найдут точно. Возьмут ли они на свою страничку, это уже вопрос, они знают... Ладно, если вдруг кто-то не понял, пишите на наш редакционный WhatsApp, я объясню. У нас в гостях была Алла Джанша, директор Хабаровского фестиваля, весь город онлайн. Спасибо. Мне за что, Анастасия. Весь город онлайн. Хабаровский фестиваль для тех, кто дома. Ты тоже участвуешь и можешь легко получить призы. Подробности во всех социальных сетях по хэштегам Весь город онлайн и весь Хабаровск онлайн. А после короткой рекламы мы вернемся к нашему интерактивному голосованию. Вы сможете позвонить, высказать свое мнение. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем, конечно, жареная такая тема, на что лучше тратить деньги на праздники или на благоустройство. Ну и как мы не старались держать интригу, чтобы разные были варианты. Мне кажется, что все изначально было по-большому, и все это понятно. С другой стороны, я, честно говоря, давай я буду адвокатом дела, я за праздники. Давай. Хорошо. А я тоже. Окей. Продолжим. Два адвоката дьявола. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok